всем привет меня зовут попович евгений я веду свой образовательный канал посвященный 3d моделирования fusion 360 на ютюбе найти его можно если ввести поисковой строке евгена роста fusion 360 я из москвы и на фестивале идеи технологии руками я покажу как во fusion сделать простенькую модель ракеты этот уровень рассчитан в принципе для новичков справиться с ними кто угодно поэтому поехали для начала можно ввести поисковой строке fusion 360 и найти сайт autodesk.com и так на сайте fusion 360 можно выбрать одну из нескольких лицензий которые нам предлагают здесь это либо персональное использование не коммерческая бесплатная реальная версия 30 дней либо образовательная лицензия сроком на год также есть стартап лицензия но она заполняется форма заявки где-то отдельно регистрация простая почта некоторые свои персональные данные можно скачать и установить программу после того как мы установили и открываем у нас появляется вот такой вот интерфейс давайте по шагам буду совершать некоторые действия а вы можете повторять для начала нахожусь insert убираю canvas то есть ставить картинку и у себя на компьютере выбираем так какую вот эту хочу выбираю картинку ракеты далее убираю поверхность и появляется превьюшка такая масштабирование вот такая ракета есть я хочу ее замоделировать поэтому я нажму ok так edit canvas все-таки сделан здесь поменяю прозрачность до 50 нажму ok далее здесь по картинке кликнул правой клавиши мыши выберу calibrate и давайте откалибруем нашу картинку скажем я хочу чтобы ее диаметр то есть здесь размер миллиметров например чтобы он был 3 метра все вожу здесь 3000 миллиметров нажимаю enter уменьшу свою картинку и получается что я от масштабировал ее в некотором масштабе то есть при этом я задал что данный размер 3 метра хорошо далее я убираю инструмент create sketch и на той же самой поверхности на которой расплавил картинку выбираю эту плоскость появляется sketch palette он говорит о том что мы находимся в режиме создания эскиза инструменты у нас здесь тоже поменялись вот эскиз это плоская двухмерная картинка который мы создаем с помощью разных инструментов а потом к ней уже будем применять различные инструменты экструдирования давайте для начала выберу central diameter cycle так посмотрим где у меня моя окружность как раз вот не окружность origin если здесь поставить глазик то она является по сути началом координат давайте я все таки кликну правой клавиши мыши сделаю edit canvas по картинке и постараюсь совместить наше начало координат вот с центром вот этой вот ракеты здесь так edit canvas нажму ok хорошо далее уберу окружность так и задам здесь вот как раз мы видим 3000 миллиметров ровно получаем данный размер так потом здесь создаем давайте привязку линия до пресс можно я как-то вот так бросить здесь создать еще одну окружность у нас создается первой точкой из центра ну и второй показываем ее внешний контур то есть можно потянуть вот так вот растянуть за центр по перемещать хорошо нажму сейчас finish sketch выберу инструмент extrude выберу внутренний контур и давайте про экструдируем все это как-то вот так вверх в принципе здесь можно на глаз все это вот так выдавить как мы видим так здесь должно быть 5 5 это принципе будет вся длина от этой ракеты поэтому давайте пусть будет вот так 4 и нажму ok разверну в браузере наши эскизы после применения к нему операции extrude он исчезает поэтому я нажму обратно на глазик и выберу опять extrude и выберу вот этот вот элемент то есть 1 профиль 2 профиль половинку и про экструдируем его как-то вот сюда вот вверх так пропорционально в принципе я думаю да нажму ok во вкладке modify есть инструмент fillet вызывается он клавиши f перейду в английскую раскладку обязательно и нажму на клавишу f видим что появляется вот такое скругление но мы хотим чтобы она была более заостренная поэтому для начала я вызову инструмент наверное chaffer фаска и вот так стрелочкой хватая левой клавиши мыши вдавлю ее куда-то внутрь причем здесь если поменять параметр другой тип фаски distance вот тут distances и вот этот вот эту дальность я могу менять то есть поставлю вот так окей далее клавиш f английская давайте здесь сделать соточку скругления так нолик так это быть много 600 тоже много 300 300 в принципе будет самый раз хотя бы будет 250 окей и так вот буквально пару кликов мы создали скажем какой-то топливный бак отдаленно напоминающий его здесь у нас таких их девять штук получается 33 и вот здесь три давайте отключу видимость нашей картинки отключу видимость нашего эскиза и перейду на нижнюю часть выберу create sketch и на нижней поверхности нашей окружности вот это вот создам эскиз нажму клавишу p находясь в английской раскладке выберу два этих тела и нажму ok так брать раскрою вкладку body отключу два наших тела инструмент проекция создал на собственно две проекции нашего наших двух тел в данном случае вот этот элемент летает у меня сейчас в воздухе что немножко не очень красиво поэтому я беру инструмент линия и соединю два вот этих вот центра нажму галочку далее выберу инструмент offset и смещу например это на 500 потом выберу инструмент offset и смещу эту линию на минус 500 окей далее выберу инструмент линия соединю эти две точки и вот эти нажму finish sketch данный эскиз должен быть сейчас замкнутым поэтому я применяю инструмент extrude навожу на эти контура они должны быть замкнуты убираю 1 контур 2 контур и с помощью инструмента стрелочки вытягиваю все это вот вверх на какое-то расстояние вот так вот хорошо делать все это на глазок только здесь обязательно ставим не join оставим new body хотя можно самом деле сделать и join но немножко будет сложнее поэтому нажму ok вот теперь убираем инструмент combine убираем хотя давайте вот здесь принципе сохранить все наши действия но выберем здесь инструмент extrude опять и выберем вот этот нижний профиль немножко вырежем его скажем вот до этой высоты нажимаем ok далее выберу инструменты вкладки modify под названием combine выберу 1 тело 2 тела то есть баг и некоторые крепления к нему я выберу и здесь видим join нажимаем ok и видим что в браузере они слились в одно тело это хорошо далее вкладке create есть такой инструмент во вкладке pattern под названием circular pattern выбираем его здесь pattern type то есть круговой массив мы ставим тело далее в объекте выбираем наше тело а в разделе axis то есть ось мы убираем нашу окружность что этот инструмент делает он копирует наше тело вокруг какой-то оси некоторое количество раз нам нужно сделать 9 таких баков нажимаем ok и видим что мы создали 9 таких баков собственно хорошо так верну видимость нашей картинки высота мне кажется немножко великовата поэтому я выберу инструмент extrude выберу данные профиль и просто потяну его вниз красная приюшка означает что графе операции стоит инструмент cut то есть вырезание нажали ok хорошо мы видим что здесь идет такое расширение потом цилиндрическая часть и сужение давайте повторим это опять extrude выбираем данные профиль и проэкструдируем на какую-то величину например на суточку и есть второй такой размер под названием taper angle то есть угол расширения или сужения поэтому так ну да в принципе небольшое расширение поэтому я нажму join получу такое расширение опять убираем инструмент extrude и вот так вверх все проэкструдируем так здесь получается как у нас идет цилиндрическая часть и после нее пошло сужение в принципе можем оставить это вот в таком виде join нажимаем ok в браузере видим что это одно тело точно также применим инструмент chamfer фаска вот к этой грани верхней chamfer type здесь нужно поставить two distances то есть по двум размерам значит одну стрелочку я тяну вниз а вторую вот сюда к центру получает такое сужение ну а здесь как нить вот так оставлю здесь наверно нужно а вот так оставить окей нажимаю клавишу f и сделаю скругление подстроить с помощью стрелочки здесь сделаю плавный кончик клавишу f добавлю какое-то скругление вот эту часть окей так клавишу f ну и скругление хочу сюда добавить еще только не очень большое хорошо вот такую ракету принципе мы можем также с помощью инструмента комбайн объединить сети тела и у нас получится такая вот моделька ракеты внизу есть еще такие сопла давайте тоже их нарисуем то есть есть одно центральное и на каждом из баков есть отключу видимость картинки и перейду на вид снизу ну давайте для интереса также сделаю инструмент например chamfer здесь делаю equal distance так например двадцатку так значит 20 мало соточку ну 100 уже заметно окей опять нажму выберу инструмент chamfer и выберу один этот элемент и здесь тоже беру соточку и нажму окей и так я создал один вот такой вот одну такую фасочку ну в принципе повторю ее потом еще chamfer для вот этих остальных грани просто прокликаю их я выберу и введу значение 100 окей нажму create sketch выберу нижнюю поверхность вот эту выберу инструмент окружность нарисую как то вот так окружность выберу инструмент solid extrude выберу данный профиль и проэкструдирую все это вниз здесь поиграю с этим ползунком и добавлю вот такого расширения скажем на 20 градусов выберу выберу здесь только не join а new body нажму окей я хочу например сделать углубление здесь вырез под сопло далее я выберу вкладке modify инструмент под названием shell и вот к этой поверхности вот к этому телу я задам толщину стенки так 50 пусть будет 100 пусть будет 100 окей то есть получится вот такое сопло и повторяю то же самое для топливных баков нажму create sketch выберу данную окружность потом выберу окружность мы видим что здесь при наведении появляется такая привяжка то есть курсорчик залипает на центр данного тела если данная привяжка не получается у нас нет прилипания курсора можно нажать клавишу P английскую обязательно поставить здесь вот это первое значение specified entities то есть он сделает проекцию вот этой окружности нажим ok фиолетовая линия появилась центр окружности все хорошо далее убираем опять инструмент окружность и из нее рисуем тоже какой-нибудь кружочек размера произвольного solid extrude выберем данный профиль так давайте перейдем на вид боковой всего этого и проэкструдирую это где-то ну не так далеко как эту часть ну на 400 например и сделать точно так же taper angle например на 20 градусов опять сделал не join а new body нажму ok сделаю инструмент shell выберу данную поверхность и нажму здесь выберу значение 100 на клавиатуре введу и нажму ok а выберу инструмент circular pattern круговой массив паттерн type я выберу bodies выберу данное тело ось вращения выберу цилиндрическую поверхность нашей ракеты и скопирую все 9 раз нажму ok у нас появилось 9 вот таких сопел очень удобно конечно можно было изначально замоделировать один этот баг одно крепление сразу сопло к нему и копировать все тоже 9 раз но подходов много и скажем все способы по-своему правильные поэтому давайте помощью комбайна я просто буду объединять соответствующее сопло соответствующим багом и так выбираю последние элементы объединяю их так посмотрим покликаю в браузере значит все так вот эти еще скорее не объединил элементы так вот эти два хорошо так отключаю по одному и проверяю что да все они объединились только с помощью комбайна я объединю еще этот и центральную нашу часть ракеты вот так в принципе можно объединить все это дополнительно и потом покажу как все это отправить нам на 3d принтер но предварительно давайте создадим еще сделаем нашу модель немножко более интересная здесь мы видим какие-то вот еще элементики есть какие-то лючки мы видим я покажу как создать один вот такой люк но эти штучки делать мы наверное не будем так что мы еще сделаем давайте сделаем насечку вот такую здесь и насечку вот здесь поэтому я перейду на вид сбоку ну в данном случае я на вид сверху перейду выберу инструмент Offset Plane и вот с этого вида я смещу значит нашу конструкционную плоскость дополнительную на какое-то расстояние от нашей ракеты нажму окей получается что я создал значит верну origin то есть вот есть плоскости начала координат наши и есть вот смещенная плоскость которую мы создали кстати в браузере она находится вот здесь отключается тоже глазиком выбираю Create Sketch выбираю данную поверхность точно так же нажму клавишу P английскую выберу данную данную цилиндрическую поверхность и нажму ok выберу просто прямоугольник хотя нет давайте сначала выберу инструмент линия покажу еще одну особенность когда мы наводим на какую-нибудь линию у нас появляются точки привязки вот видим треугольничек треугольничек означает что эта точка является центром этого отрезка веду к этому треугольнику и у меня есть скажем линия симметрии теперь я могу с помощью прямоугольника с привязкой к этой точке и к этой линии создам ну такой вот эскиз далее в эскизе у меня точно так же есть инструмент и массив и круговой массив но мне интересен инструмент Mirror зеркальное отображение я выберу данную линию и зеркально отображу ее относительно вот этой линии нажму ok видим что эскиз поменял цвет он стал замкнутым перейду в Solid выберу инструмент Extrude выберу два вот этих профиля и просто на какое-то расстояние я это все проэкструдирую это неважно далее в браузере я найду это тело правой клавиши по нему кликну и нажму Move and Copy у меня появляется стрелочка в направлении нашей ракеты я хватаю именно ее и двигаю вглубь нашей ракеты мы видим что некоторая часть ее теперь выглядывает наружу я нажму окей отключу нашу картинку что можно сделать теперь с помощью инструмента комбайн я выберу это тело выберу прямоугольное тело и нажму окей и два данных тела мы объединили в одно я покажу еще одну особенность инструмента кругового массива в Solid выбираем Circular Pattern выбираем здесь только faces и выбираем все наши поверхности которые образуют вот эту выпирающую часть а в axis выбираем нашу цилиндрическую поверхность видим превьюшки появляются и давайте зададим количество можно так стрелочкой вверх так сколько мы здесь набьем ну пусть будет 16 штук нажмем окей и у нас на ракете появились вот такие вот насечки интересные точно таким же способом мы можем создать насечки вот здесь либо просто создать массив из тел и потом с помощью комбайна точно так же объединить их с нашим телом как мы это объединяли в варианте вот с этими соплами я обещал показать еще как сделать лючок давайте давайте люк мы сделаем вот на в этом месте например так у нас есть конструкционная плоскость наша я верну ее видимость с помощью глазика нажму create sketch выберу данная плоскость нажму клавишу по английскому выберу эту цилиндрическую поверхность нажму окей и получу ее проекцию ну точнее получилась проекция двух вот этих вот ребер но ничего страшного я выберу инструмент линия и точно так же сделаю себе линию симметрии я вот с привязкой к этой линии с помощью инструмента прямоугольник создам вот такой вот прямоугольник далее мы уже знаем выбираем инструмент mirror зеркальное отображение выбираю три вот этих линии зеркально отображая их в этом направлении и давайте выберем инструмент fillet в вкладке modify вот здесь вот можно выбрать просто угловую точечку а можно выбрать раз линию и два линию он позволяет сделать нам скругление потом можно подвигать вот такие стрелочки в принципе это скругление мне он нравится нажимаю enter далее я выбираю инструмент offset снимаю здесь галочку change selection и буду выбирать теперь по линиям фрагменты нашего эскиза инструмент offset это смещение далее я двигаю этот ползунок появляется красная линия она позволяет сделать значит пропорциональное смещение нашего эскиза во все стороны ну в данном случае пусть будет минус 200 нажимаем ok итак создали вот такой вот эскизик который находится на некотором удалении от корпуса нашей ракеты давайте перейдем во вкладочку create и есть такой инструмент который называется emboss выберем emboss выберу 1 профиль 2 профиль и в разделе faces выберу вот этот вот значит поверхность цилиндрическую нашу здесь есть настройки как emboss то есть выдавить dboss это вдавить ну и есть такие стрелочки дополнительные то есть мы можем выдавить все это либо вот так вдавить внутрь я предлагаю немножко вдавить это скажем на небольшое расстояние внутрь и нажму ok то есть визуально как будто бы у нас здесь находится небольшой лючок точно таким же способом можно сюда нанести какую-нибудь ручку дополнительное отверстие ну давайте я нажму клавишу F английскую и добавлю сюда пару скруглений ну например по 50 миллиметров клавиша F и вот эти внутренние ребра я тоже выберу и добавлю туда тоже скруглением по 50 ну 20 миллиметров хоть бы это хорошо то есть мы получили вот такой вот импровизированный лючок на поверхности нашей ракеты далее если мы хотим отправить это на 3d печать например выбирая все это так зажимаю курсор тяну наше такое рамочное выделение выбираю инструмент combine видим что у нас здесь стоит операция join и нажимаю ok в браузере все схлопнулось до одного тела так отключу наши эскизы значит отключу origin видим что это у нас одно единое тело получилось итак если мы хотим данную ракету отправить на 3d принтер то есть распечатать ее нам необходимо получить модель этого тела в формате stl как это сделать в браузере просто кликаем правой клавишей мыши выбираем здесь save as stl здесь здесь можно оставить все по умолчанию нажимаем ok далее выбираем место где мы хотим сохранить выбираем название например ракета и нажимаем сохранить если мы откроем папку где мы сохранили наше тело видим вот такой файлик который называется ракета у него формат stl можно сделать двойной клик стандартный просмотрщик windows windows 10 позволяет просматривать файлы в формате stl и мы видим что здесь находится моделька нашей ракеты то есть проверили что да она открывается можно смело отправлять ее на 3d принтер и получить скажем уже отпечатанную пластиком вот такую модельку ракеты на этом я данное видео заканчиваю всем спасибо за внимание до встречи на фестивале